В 2019 году в Московской области ввели принципиально новый подход к благоустройству общественных пространств. Главное требование к каждому парку – разработка концепции развития всей его территории. Таким образом, каждая зелёная зона должна стать уникальной точкой притяжения для жителей и гостей Подмосковья. В этом году конкурс прошёл по двум номинациям – «Лучший парк культуры и отдыха» и «Лучшая концепция развития». Отдельную премию выделили для лучшего проекта танцевальной площадки. Всего на осмотр конкурс было подано 52 заявки. Награждение победителей состоялось на главной сцене фестиваля – в Центральном городском парке «Пихорка» в Балашихе. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победу присудили Одинцовскому парку культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Он получил премию в размере 25 миллионов рублей. Парк-победитель существует уже более 50 лет. В сезоне 2014-2015 годов его реконструировали. Самой популярной среди конкурсантов оказалась номинация «Лучшая концепция развития» с размером премии до 5% от стоимости реализации проекта. Заявки подали 34 участника. Победителем стал парк культуры и отдыха городского округа Солнечногорск. Концепция его развития предполагает создание общественного пространства, объединяющего как пространство парка, так и набережную озера Сенеж. Самые передовые проекты – это именно то, на что победители планируют потратить полученные гранты. В этом году в рамках конкурса «Парки Подмосковья» учредили специальные призы, которые вручили по итогам голосования жителей на портале Добродел. Победителями стали три парка в различных номинациях. До 100 тысяч человек – парк «Дубки в озерах», до 200 тысяч человек – «Сестрорецкий парк в Клину», от 200 тысяч человек – парк имени Калинина городского округа Королев. Все они получат новые детские площадки. Дополнительная номинация «Лучший проект танцевальной площадки» была представлена Михнёвским парком культуры и отдыха в городском округе Ступино. Он получил премию в размере 5 миллионов рублей. Это театрализованное представление для детей вызвало у зрителей бурю эмоций и неподдельный интерес. Парк «Пихорка» в Балашихе – победитель фестиваля в минувшем году, ежегодно собирает отдыхающих с территории всего региона. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, «Пихорка» – один из лучших парков Подмосковья. Он продолжает развиваться. В рамках губернаторской программы здесь были проведены масштабные работы по благоустройству. От прокладки сети велосипедных дорожек до строительства современных спортивных объектов. На 17 гектарах, которые занимает парк, расположено около 10 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек из тротуарной плитки и бетона. Установлено 129 опор освещения. Здесь же прорастает дерево желаний, на котором можно повесить открытку с текстом и оно обязательно сбудется. А после утолить жажду лимонадом из расположенного неподалеку автомата с газированной водой и устроиться на мягком кресле на газоне. Осмотреть инновационные проектные решения приехал и глава городского округа Орехово-Зуево. Парк Пихорка стал первым объектом, где был применен современный подход к благоустройству территории в части комфортного пребывания жителей. В целях безопасности на территории установлены видеокамеры и специальные датчики, которые фиксируют количество посетителей. В праздничные дни сюда приходит до 40 тысяч человек, около 3 миллионов посетителей в год. Первый раз мы участвовали в таком проекте, как соучаствующее проектирование. То есть мы сначала с жителями отрабатывали потребности, а потом на основании потребности начинаем готовить концепцию, которая потом перетечет в проект. То есть кардинально изменили подход в этом вопросе. Мы обсуждали территории парка 1 мая и Исааковское озеро. Возможно, в парках городского округа Орехово-Зуево в ближайшее время появятся подобные современные конструкции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...